Всё зовёт в меня его голос, Всё звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены Просыпаемся мы, И крохочет над полночью. То ли гроза, то ли эмя прошедшей войны Просыпаемся мы, И крохочет над полночью. То ли гроза, то ли эмя прошедшей войны. Я сегодня козари встал, По-широкому пройду морю. Что-то с памятью моей стало, Всё, что было не со мной, помню. Песни о войне, песни военных лет. Как же можно спокойно, Без какого-то внутреннего трепета, Исполнять, слушать их, подпевать им. Конечно, это особенная тема, Это поколение наших соотечественников. Неважно какого возраста, Это сидит в нашей крови, Это песни нашей победы. И сегодня, в особенный день, 73-х летя со дня победы, Конечно, они поются В каждом уголке страны по-особенному. Вы знаете, в нашем театре Работала такая удивительная актриса Нина Афанасьевна Сазонов. Легендарная тётя Паша Из фильма «День за днём» Вот сейчас звучит мелодия о синем платочке. И сразу перед глазами меня встаёт Эта удивительной, пронзительной, огромной снилы. Русская наша всесоюзная мама, Как мы её называли. Потрясающая актриса, Сколько ролей у неё за плечами, Но самое главное её впечатление – это впечатление о войне. Когда она рассказывала о том, Что же пережила она, Находясь во фронтовых театральных бригадах с 41-го по 45-й, За четыре года более трёх тысяч концертов дала Нина Афанасьевна перед бойцами, перед ранеными на самых-самых опасных участках. Огромное количество рассказов, которые без содрогания, без какого-то такого уважения невозможно сегодня не вспоминать. Ну вот, например, когда здесь, под Москвой в 41-м, Когда фашистов начали бить, и они начали откатываться, и потом уже дальше-дальше до Сталинграда. Но здесь, в эти заснеженные месяцы, дни, Они давали концерты перед нашими бойцами, уставшими, измученными. Как ждали они этих концертов, Переходя из одной части в другую. Она, девчонка, в холодном пальтишке, в ботинках, на тонкой подошве, сбилась с тропинки и случайно наступила на противотанковую мину. Офицер закричал, «Стой! Не двигайся! Жди! Отведу артистов! Если удастся найти сапёра, вернусь за тобой! Жди!» Час с лишним она стояла в темноте на этой мине и рассказывала о том, что же за этот час пережила она, Насколько всего пронеслось в голове. Через час пришёл сапёр, и как-то ей удалось снять, она выжила. Но вот удивительным образом, парадокс войны, самые страшные дни, это были 4 года вот этой Великой Отечественной. Но какой же души, наоборот, человек всю жизнь жаждал помогать другим именно после этого. И это тоже говорит о нашем поколении советских людей. Как же ждали артистов на войне? Как ждали вот эти минуты отдыха? В то время Твардовский написал первую главу 42-й год о Василии Тёркине, о простом парне, который, смеясь, предавалевал всякие-всякие преграды, который долбил и бил фашистов, и выходил из самых трудных ситуаций победителем. Бойцы требовали, чтобы было продолжение, и появилась целая поэма. Перечитывали, зачитывали до дыр эту газету, смеялись, улыбались, понимали, что это выдумка. Но как же всем было от этого тепло на душе? Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль иду не к спеху. Вот закончили б войну. Вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду льжив еще едва ли. Тут воюя, не гадай, но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай, обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а там гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз или в третий вся округа наведу. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, Хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, А достал бы я коспек. И дымил бы папиросы, угощал бы всех вопрос вокруг, И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что бывало всяко. Трудно было, ну как, когда. Много раз ходил в атаку, Да уж случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли всех ребят, Только б слушали девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, И была б между них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Теркин, Теркин, добрый малый, Что тут смеха, что печаль? Загадал ты, брат, немало, Загадал далеко вдаль. Где девчонки? Где вечерка? Где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, Что сюда дороги нет? Нет дороги, Нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет кровавый, Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле. Ради жизни на земле. У нас в театре работает еще одна актриса, Алина Станиславовна Покровская. В каком фильме она снималась? Ну, подскажите. Ну, конечно. Офицеры. Фантастический, грандиозный фильм. Сколько раз я был свидетелем того, Когда подходили к ней генералы, И со слезами говорили, А вы знаете, Вот профессию-то свою я выбрал, Посмотрев этот фильм. Эта судьба моя сложилась так. И сколько ей говорят о том, Что после этой картины решили, Да, моя жизненная позиция в одном, Защищать родину. Я иду в армию. Действительно, огромное количество людей. Ибо главный девиз этого фильма Есть такая профессия, Родину защищать. И вот совсем недавно Мальчишки, совсем молодые, Уходили служить из-за нашего театра. В театре была встреча, А после этого они уже разъезжались по частям. Была встреча с артистами, Какие-то наши концертные номера. И вот их глаза, Когда звучала эта песня, Ну, это поколение, Неважно, сколько кому лет, Это наш народ, Который прекрасно понимает, Что это такое, Любить свою родину. Фильм «Офицеры» От героев былых времен. Не осталось порой имен, Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей и травой. Только грозный дом блестит, Поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, Нам завещанный одним, Мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, Целый свет огненных в лесах, Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю. Хоть им нет двадцати пяти, Трудный путь им пришлось пройти. Это день.